Готовимся к вылету в Будапешт, забирать ты к нам. Вот это пайлот мониторинг называется. Небольшое включение в эфир. Прилетели в Винницу. Друзья, мы в Венгрии. Моя школа, где я учился. Смотри, какой тут суп. Самолет, сделанный людьми для людей. Как говорил Шура, пока его не подкосил героин. Эффективно заправить и комфортно переночевать. Планировались парашютные прыжки после легкого обслуживания отважных и смелых пилотов. Кладбище Вильх. Заправщики нет бензина. От винта прокладывать новые пути. Всем привет. Я нахожусь на аэродроме Майская. Завтра утром летим в Будапешт. В Будапеште забираем самолет. Ты к нам, который купил этот прекрасный аэродром для обучения пилотов. Мы вместе с Ярославом сделаем небольшой брифинг и расскажем обо всем подробно завтра. Сегодня поздно. Будем отдыхать. Обустраиваю досуг на Родовой Майской. Домики на колесах. Утром покажу вам, как это выглядит. Снаружи и изнутри довольно таки уютно. Ну что, друзья. Наш самолет, на котором мы отбываем Будапешт, находится в Каменке. И мы будем ехать туда на машине. Поехали. Готовимся к вылету из Каменки. Планируем промежуточную посадку в Виннице для прохождения таможни на этом прекрасном самолете Муни. Самое разгарящее коронавирусных локдаунов. Авиашкола авиасоюза из Днепра решила купить самолет в другой авиашколе Ривейр из Венгрии Сегет. Ну а я осмелился им помочь. Планируем вылет через 10 минут. Самолет полностью заправлен. Проверили масло. Сделали предполетную подготовку. Провели короткий брифинг. Будем вам по ходу рассказывать об этом интересном и увлекательном приключении. Прогреваем мотор. Основная трудность сегодня была получить все разрешения. в условиях коронавирусной пандемии, которая еще не закончилась. Примите на ночлег. Прогреваем мотор. Сделаем необходимые проверки. Друзья, делаем предполетные проверки двигателя. Проверяем оба контура зажигания, магнета. Также проверяем, меняет ли винт свои обороты. Это нужно для того, чтобы были круизные взлетные характеристики у самолета. Ну и, собственно, в случае отказа двигателя, чтобы винт вышел на флюгирование. Все работает, топливный насос, закрылки. Пары посадочные. Управление проверено. Во всех направлениях. Капта выполнил. Взлеток готов. Все в зеленой. Обороты манифолд есть. Скорость растет. 30, 40. 50. 60. Каптитивный рейт. 70. Тяжеленькие. Полные баки. Все дела. Нормально. Какой красивый Днепр. Обязательно слетаем над Днепром. Обзорный полет. Саш, ты манифолд, а этот не убираешь? Убираю, просто не успеваю. А, не-не, я просто тебе, думаю, подскажу, видишь. Вот это пайлот-мониторинг называется. Просто крен пройду. Ну да, не-не, понятно. Просто ему же тяжело вообще. Ну да. Видишь, какая-то дымка. Собака все равно низкая. Но нам туда лучше, чем ниже. По ветру. Поэтому. Болтаночка, да, легкая? Болтаночка. Небольшое включение в эфир. Погода, как всегда, солнечная. Нас встречает в наших полетах. Мы не сдаемся. Прорываемся дальше. Ветер немного был встречный. На высоте 3000 футов. Да и, собственно, видимость слабенькая. Поэтому мы решили немножко снизиться. Летим на высоте 1000 футов. Граунд спид 142 узла. И труэр спид 135. 140. 140. Сейчас, получается, ветра у нас нет. Ну, повторюсь, погодка пенькна. Да. Да. Во время болтанки может прецессия образовываться. Вот сейчас вот. Ибо ему то ли этот ушел. О, пас магнитная аномалия. То ли все-таки прецессия, да. Если чтобы прецессию убрать, знаешь, как я вот выключаю. Вот так вот. Сейчас он отключит автопилот. И вот так вот. Поставил, да. И он сейчас. Ну, подправляет, понял? По магнитному курсу. По текущему, получается. Ага. Что-то ушел он, да, сильно. Ну, я думаю, что это вот на низах болтанка просто. Это при подходе к заходам к аэропортам надо проверять. Да, то есть и вот, видишь, вот он поставил. Ага. Вот, просто в режиме автопилота он это не... Ну, он делает, да, но он не делает, как сказать, установку. То есть он чуть-чуть подправляет. И слишком, видишь, в ноль встал. Ага. Вот. Сейчас, соответственно, ставим автопилот. Курс 270. 271. 271, да. Курс на запад. Да, 270. Ну, окей, да. Вот. И снова делаем... Включаем автопилот. Сперва делаем хейтинг. Альтитит. Нав. Все. Альтитит. Нав. Это, кстати, у рога. Там есть магнитная аномалия. Мы летим низко. Друзья, пролетали рудники, на которых работал один мой знакомый. Вот. Я на рудниках, конечно, таких не работал, железных. Но могу сказать, что они создают большую магнитную аномалию. Самолет оборудован автопилотом. В принципе, в свое время это был достаточно продвинутый автопилот. Он и сейчас предлагает множество интересных функций. Тем более, он состыкован вместе. Достаточно современной GPS-системой Garmin. Но, тем не менее, что происходит. То есть, этот автопилот, он работает на основе гироскопа. Обычного механического гироскопа, который удерживает курс. При этом гироскоп имеет такое свойство отклоняться от своего курса при разных кренах, при болтанке. Есть магнитометр на крыле, который устраняет прецессию по магнитному курсу. Но в случае сильных колебаний, магнитных каких-то, да, то есть, происходит, в общем, он сбивается. И вот сейчас это произошло, у нас ушел курс. И нам пришлось перезапустить его, то есть, мы выключили слейф, потом включили, он подправил по магнитному курсу. Ну, вот я смотрю, сейчас опять происходит небольшой, видимо, вот. В общем, вот такая особенность вот этих вот Legacy Autopilot или Legacy Avionics, да, то есть, что значит, немножко устаревший, да. Но в сочетании с GPS-системой, в сочетании с планшетом, в принципе, это просто работа пилота. Да, всегда нужен кросс-чек, контроль параметров самолета, потому что, особенно такая старая авианика, она требует внимания, корректировок. Хочу сказать, что мы летим уже 62 минуты, flight time. И, хорошее правило хорошего тона, переключать баки, чтобы был равномерный расход справа-слева и постоянно контролировать. И не прилететь в ситуацию, когда в одном баке мочится, и это придется делать фактически аварийно. Вот, поэтому у нас правый бак, видно, расход. 49 литров у нас израсходовано на сегодняшний день, согласно компьютеру. Ну там, с учетом прогрева и руления, поэтому переключаем на левый. Контролируем момент переключения давления топлива. Давление топлива в норме, подкачивающий насос включать не требуется. Хорошо идем, хорошие расходы у нас. Да, и контроль параметров сделаем еще раз. Монитору, температуры все в норме, давление масла в норме. Устрелочность тоже показывает, и зверем еще. По такой табличке обязательный режим, на котором мы идем на сегодняшний день. У нас высота чуть больше тысячи футов. Сил левел берем, да, плюс здесь 2400 оборотов. И manifold pressure тоже 2,24, да, практически. То есть вот он режим, это у нас 65% мощности. 10,5 галлонов, мощностной режим, в который мы идем, все совпадает. 42 литра. Такая вот табличка есть в каждом самолете. Она не обязательно находится в самом самолете. Она может быть просто в вашем aircraft manual. И желательно с ней ознакомиться до того, как вы начинаете летать. Либо, например, распечатать и положить на борту. Особенно эта табличка пригодится, если на вашем двигателе установлен винт с изменяемым шагом винта. Потому что вы можете достичь максимальной эффективности, выставляя правильные параметры и экономичности вашего самолета. Табличка является гигантом, статистом, 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 статистом. Геро, Лима, Альфа и Виктор. Белздрид. Загранжа, да? Да. Окей. В международном перелете требуются некоторые документы, в частности General Declaration, это такой признанный многими странами, большинством странами мира, документ ИКАО, которым нужно указывать информацию о том, кто находится на борту, есть ли опасные какие-то грузы или проблемы, которые страдают какими-то определенными заболеваниями, решили сделать это в полете для того, чтобы не тратить время на таможне в Виннице. Прилетели в Винницу. Немножко заправимся, пройдем паспортный контроль, будем улетать, Винница не густо, вот кстати стоит борт, который я пригнал ребятам из Великобритании, Пайпер Ару. Друзья, продолжаем наше путешествие, покидаем Винницу. Винницы. Вмни фомбли Массейера, взлеты готовы? Винницу готовы? Винницу. Вмни массейера, ветер 170 градусов 3 метра в секунду, полоса 3 диэзот разрешен. Время разрешено. Время разрешения. Время разрешено. Время разрешено. Продолжение следует... Итак, друзья, мы в Карпатах. Здесь немного облачное пришлось набрать. Облетать в облаках не очень хотелось. Да и красиво здесь, полюбуйтесь сами. Буковель сейчас без снега, поэтому ехать сюда нет смысла. Хотя очень красиво, зелено. Езжайте зимой. Я скажу, и летом тут очень хорошо. Можно точно, да, вот в Буковель, где мы катались, можно погулять. Вот оно, озеро, да. А там какая-то гребля на озере, наверное, да? Да, там целый, там смокомплекс. Слушай, отлично видно, супер, да. Надо фотографии тоже для себя сделать. Я просто хочу сказать, что мне летние горы нравятся, наверное, даже больше, чем зимние. Ну, не больше, так же. Поэтому... Життя бентежное, особенно ковид. Будапешт нам не подтвердил заправку. Попытались в Дебритсен. Локальная полиция не дала разрешения. Ну, вот ковид. В итоге удалось организовать разрешение полиции и таможню прямо во вне международном аэропорту Сегиц. Ну, в общем, ковид, ковид. 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 Это панель, с помощью ковид. Семья. Давай, в общем. На это все. У нас есть все. Да, это всё. Туга. Нет. Мы должны ждать, чтобы полиция прилетла, или нет? Здравствуйте. Привет. Привет. Кто видит это, это минует. Друзья, мы в Венгрии. Забираем самолет. Моя школа, где я учился. Ярослав, полон сил и энергии. Смотри, какой тут суп. Смотри, какие макароны. Вилли, перси. Чёрт. Друзья, почему не садитесь на таблетку? Пожалуйста, посадите. Вилли, перси. Гроэро, это мы. Это сертификат для аварвартизм. Аварвартизм сертификат для аварвартизм. Это сертификат для аварвартизм. Это радиостационный лисенц. Это старая аварвартизм. Но сейчас у меня есть новая аварвартизм. Как я знаю. Ты получил это? Ребят, летим сейчас над Дебритсеном. Вот мы мечтали вчера сюда попасть. И в самый последний момент нам сказали, что нас здесь не могут принять. Поэтому мы с Ярославом немного расстроились. Но совсем немного. Наша венгерская полиция нам дала разрешение полететь прямо в Сегет. Хоть это не международный аэропорт, где мы забрали этот прекрасный Текнам. Два слова от Икнами. Это как бы самолет, сделанный людьми для людей. Учебный самолет, сделанный недавно и сделан на совесть. Остально металлическое крыло. В то же время пластиковые. Какой вот canopy. Сильный мотор. Ротакс. Оснащен навигационным прибором Garmin 430. Транспондер МОДСиера. Будет хорошая парта. В майском. Точно. Транспондер МОДСиера. 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 Встречают пустынный Львов, проходим таможенные процедуры, будем лететь на Агелон, ночуем там. Вперед из песни, как говорил Шура, пока его не подкосил героизм. Здесь во Львове мы прошли таможенные пограничные процедуры, международный аэропорт, далее у нас по плану перелет на аэродром Ягелон для заправки автомобильным бензином и ночевки, потому как сложный день и до захода солнца мы вряд ли успеем добраться в Майское. Руление аэродром Ягелон. Прекрасное место недалеко от Львова, где вы можете хорошо запарковать свой самолет, эффективно заправить и комфортно переночевать. Приехали в Югелон, точнее прилетели в Югелон, здесь у них неплохой есть отельчик, ресепшн какой-то есть, такие чистые новые комнаты. Мы сняли комнату на двоих, стоит это 500 гривен, по-моему в эту сторону. Вот, я Леху уже позвонил, порасспрашивал и сказал все. Ярослав, не раздевайся. Ну, у него там есть несколько версий, он сказал, что я провел. Прекрасный аэродром, отличные комнаты, все новое, свежее. Утро, аэродром Ягелон. Вот, с которым мы летели уже возле самолета. Он смотрит, как работает двигатель на малых оборотах, потому что вчера у нас какое-то было ощущение, что он работает немножко нестабильно. Также здесь есть школа АЯ-3ТС, вот они начинают свои занятия. Посмотрим, что может подсказать нам техник по нашему самолету и продолжим наш путь в Днепр. Сейчас сделаем тестовый полет после легкого обслуживания самолета. Не знаю, что было вчера, но малых оборотов он немножко троил. Сегодня утром Ярослав, инструктор летной школы Майская, посмотрели они вот тут с техником. Позвонил, сказал, что можно делать тестовый полет. Это очень важно иметь возможность обслужить самолет. Когда у вас есть самолет, но у вас нет техника и рук, которые будете его обслуживать, это не то, что вы хотите иметь в итоге. Аэродром Ягелон заслуженно непопулярное место, так скажем, хотя здесь базируется школа Авиатор ЮТС. Также здесь есть несколько вот таких экземпляров интересных. Вчера прилетел новый Цирус, также есть барон, который реставрируют. Реставрируют с нуля, как говорят. Здрасте! Планировались парашютные прыжки, но по какой-то причине владельцы аэродрома не смогли удовлетворить требованиям бизнесменов, которые хотели устроить здесь. Здесь это планировался медпункт, а вот есть ангар для парашютистов, также есть теплый ангар. Вот сейчас позавтракаем, облетаем самолет и направляемся в Днепр. Собственно, когда мы говорим о завтраке во Львове, то это, естественно, Сальдисон, чашка Карпаты. Известна Кава Старого Львова. Львив. Запроши. Друзья, будем облетывать самолетик после легкого обслуживания. Со мной Максим. Всем привет. Работал в аэропорту Львов. Сейчас пилот. Работает дальше. Пока аэропорт простое, да. Аэропорт, к сожалению, почти простаивает, только для таких, как мы, открыт. Отважных и смелых пилотов на Текнама. Сейчас попробуем полетать, заснимем, как это происходит. Поехали. Да. Сейчас толкаем. Друзья, вот при выявлении. В выявлении проблемки у нас какая-то проблема с малым газом и с максимальными оборотами. Но максимальный просто не дотягивает, похоже, тросик. На это похоже. Максим, если можешь, дай газ, покажу. Вот здесь можно увидеть, он не доходит до своего максимального положения. Хотя должен находить, ну, тросик подтянуть не проблема. А с малым газом будем разбираться, смотреть. Будем ждать квалифицированную помощь, наверное, если не получится, вот сначала тросик подтянуть. Буквально пару слов об этом самолете. Он оснащен двигателем Ротакс, 100-сильный мотор. Работает на автобензине, австрийский двигатель. Легенда гласит, что Ротакс раньше делал газонокосилки. Винт постоянный, неизменяемого шага винта. Совсем другое дело, друзья. Смотрим еще раз. Тут малого газа. Но максималый. Продолжение следует... Вот-вот обратите внимание на авиагоризонт. Он просто бьется в конвульсиях. Не нравится ему в Украине. Ничего привыкнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кладбище Вильх Техника отремонтирована Топливо заправлено будем запускать от винта стоять работала как часы работала как часы так всегда бывает когда спешишь но вот это она просралась и на не было это же машина далеко не есть на такой можно прокладывать новые пути гибер километр лейку взял не о а до полного зальем здрасте а я к 15 метров хватит а и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Закрываю окно, чтобы быть облитым шампанским Точно! Костя, спасибо! Вот так, друзья, приятно пребывать, когда вас встречают Друзья, добрались мы из Венгрии в Майское Здесь очень людно Куча парашютистов, детей Очень живое, приятное место Рекомендую Все, еду домой в Сумы Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры